С вами Мегаобзор.ком. На прошлой неделе мы начали тестировать систему жидкостного охлаждения Deepcool LT520. Вышло сразу две системы там. Это 520 с радиатором 240, есть еще старшая 720 с радиатором 360. Данная система у нас получила интересное внешнее исполнение. Здесь у нас также используется помпа четвертого поколения уже, со скоростью вращения 3100 оборотов в минуту. Оптимизированы каналы для движения жидкости в основании. А также идут вентиляторы с гидродинамическим подшипником. Мы провели тесты с процессорами AMD Ryzen 5 7600X и Intel Core i5-13600K. Если интересно, также в будущем можем сравнить эти процессоры. Комплект данной системы у нас включает усиливающую пластину, опорные пластины для AMD Intel, весь необходимый крепеж. Есть у нас переходник для подключения вентиляторов общей группой и руководство пользователя. По исполнению помпы, совмещенной с водоблоком, она заметно отличается от ранее высших систем этого производителя. Форма в виде кубика, серебристого цвета со скошенной гранью, в которой располагается зеркальный элемент. В этом же стиле обыграна многоцветная ARGB подсветка. Это несколько прямоугольных зон с эффектом бесконечности. Выглядит интересно и при этом не вычурно. Верхняя часть съемная, можно будет после монтажа скрыть весь крепеж. Под ней находится сама помпа с резервуаром для воды. Основание медное, ровное, хорошо отполировано. На нее предварительно нанесен слой термопасты. На боковой грани два фитинга с несъемным способом соединения шлангов. Сами шланги с защитной нейлоновой оболочкой. Защищены от перегиба. Есть несколько пластиковых фиксаторов. Они упрощают монтаж, а также фиксируют трубки между собой. С ними система выглядит эстетичнее. Длина шлангов 410 мм. Радиатор выполнен из алюминия, он окрашен черный цвет. На его боковой грани есть компактный островок с логотипом бренда. С обратной стороны клапан сброса давления. При повышении будет сбрасываться. И также этот клапан можно использовать для того, чтобы воду слить, и залить, соответственно, обратно. Возможно, будет полезно при длительной эксплуатации. Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. FK120. Гидродинамический подшипник. Черная рамка, резиновый уплотнительный по краям и строгий внешний вид. Скорость вращения у них регулируется минимальная 500, максимальная 2250. Для удобства подключения есть кабель, соединяющий интерфейсный кабель в общий пучок. Кстати, эти же вентиляторы используются на башной системе, которую мы опубликовали вчера. По установке мы ввели на материнскую плату ИС-670 сокетом М5. Процесс установки схож с тем, что идет на М4. Вам также нужно будет снимать пластиковые комплектные крепежи, а вместо них поставить опорную пластину. Уже через нее прижимаете. Термопаста есть, она равномерно нанесена. А вообще тут полная совместимость с планками оперативной памяти, с сокетами, которые вышли ранее, сейчас поставить сможете. Все необходимое есть. Включая сокеты STR4 и LGA2066. Для начала приведу данные по замеру с процессором AMD Ryzen 5 7600X. Мы замеры проводили в условиях открытого стенда. Отдельно изучили с процессором Core i5-13600K. Чем интересен этот тест, процессор был разогнут до 5000 МГц по поядрам. Отдельно замерили уровень шума на расстоянии 40 см. Это открытый стенд. В итоге сама система получилась интересной как эстетической точки зрения, так и эффективности отвода тепла. Тут полная совместимость с сокетами AMD и Intel. Простой монтаж, высокий ресурс службы, высокая производительность. Но из-за особенностей внешнего исполнения с интересным ARGB эффектом на крышке. Deepcool LT520. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока.